Мои родители, отец у меня работал прорабом, а мама была так, это обыкновенная домохозяйка. Мой отец закончил Петропавловский строительный техникум и был направлен в Южный Казахстан работать по специальности, где он и проработал до Великой Отечественной войны. Туда, куда его послали работать, он встретился с мамой. Мама просто жила с родителями там. Она была младше папы, она 11 лет. Они, как говорится, полюбили друг друга, поженились. Я родилась в 1339 году, и когда началась война, мне уже было около двух лет. Мы постоянно меняли места проживания. Там, где была стройка, там, где папа работал, туда мы переезжали. Началась война, и папу забронировали, его не пускали на фронт, как говорится, не разрешали ему ехать. Потому что это было очень много эвакуированных заводов, фабрик и населения с Украины, с Белоруссии. То есть в тех областях, где была война, были все почти эвакуированы в Среднюю Азию. И поэтому потребность в его профессии была очень актуальная. У нас было уже трое детей, и он сказал, что я скажу после войны детям. И требовал, что я все равно пойду на фронт. И поэтому он уволился и поехал в Ташкент попрощаться с братом. И когда он приехал в Ташкент, тогда нужно было в трехдневный срок обязательно зарегистрироваться в военкомате, иначе это считалось дезертирством. И за это очень строго наказывали. Когда он пришел в военкомат в Ташкенте, военком очень обрадовался, увидев, что он по профессии прораб. И он говорит, нам Бог прислал вас. Он говорит, нет, я все равно специально уволился, чтобы снять эту броню. Я еду на фронт, я все равно убегу. Я не собираюсь здесь оставаться. Он очень просил военкома, уговаривал его пока. И потом подвел к окну и показал. Он говорит, видишь, эвакуированные, они лежали, спали под деревьями на мешках, то есть на том скарбе, с которым они приехали. И были эвакуированы заводы, оборудование заводское, станки все стояли под открытым небом. И он говорит, ты только помоги, как же нет специалистов, получи наших. Помоги, пожалуйста, а потом я тебя отпущу обязательно на фронт. Я тебе обязательно помогу, только хотя бы год поработай здесь, в Ташкенте. И вот он строил там бараки для того, чтобы разместить вот этих людей. Также помогал оборудованию, прикрывает пока, они строили только навесы. А потом уже строили цеха. И через год его уже отправили в Алма-Ату. Это был уже 42-й год. Оттуда он уже шел на фронт. И мы остались одни. Мама, я, старшая сестра Люся. Ну, мы по годке. Она с 38-го, я с 39-го. И вот в веке 42-го года. Нас осталось трое детей. А мама, она работала вот с сестрой-хозяйкой в госпитале. Так вот, временно. А потом она еще была ответственная по распределению пайков хлеба. Вот когда, знаете, хлеб давали по 200, там прям какие-то нормы выдавали населению. Без нее хлеб не выдавали, пока она не придет. Потому что она была жена офицера, и такая у нее была ответственность. То есть мама закрывала нас троих на замок. И мы сидели, ждали, когда мама придет с работы. Я единственное помню, знаете, вот мама приносила с работы суп, который мы ели каждый день. Мы ждали, когда мама придет, принесет этот суп. Вот, и она приносила нам книжки. Вот я запомнила книжки. Да, конечно, они не очень ярко-красочные, но я всегда любила эти книги смотреть. Знаете, там были рыбы всякие, животные, вот животный мир. И мы себя смотрели, для нас это было очень интересно. Конечно, ни в букваре, ничего тогда этого не было. Вот, и мы жили, мама все-таки, она была очень добрая, и всегда помогала всем, как окружающим. В то время, так как были эвакуированы, эвакуировалась еще одна женщина, я помню, которая была с ребенком, а у нас было две комнаты. И мама потеснилась, поселила ее в другой комнате, а мы стали жить в одной. Она прожила там несколько месяцев, и потом уже, видимо, возвращалась домой, откуда она была эвакуирована. Ну, и, в общем-то, она плохо поступила, отблагодарила, как говорится, на мою маму. Она на собак крала. В то время, когда она пошла раздавать этот хлеб, это всего часа, но ей нужно было потратить на это. В это время пришла вот эта женщина, которая у нас жила, Люся, старшая сестра моя, она открыла ей дверь, потому что эта женщина жила у нас, она не могла ей не открыть дверь. И она собрала все наши вещи. Тогда матрасы, подушки, одеяло, то есть то, на чем мы спали. Это было рано, 9 часов утра, и мы с Вовиком маленьким спали. Ему еще тогда было 9-10 месяцев. И она так торопилась на поезд, чтобы уехать. Поезд вот-вот уходил минут через 15-20. Она хватала все так эти вещи и собирала в узел, и матрасы, и все. Тогда это постельное белье и постель, это было, как говорится, это очень дорого все было. Нигде не достать, нигде не продавалось, тем более это была война. И она все-все собрала. Я помню даже этот самый пуховый платок, который достался от бабушки умершей, которым я укрывалась. Я его так любила, он такой большой, темно-серый платок. Она его тоже собрала. Ну, и старшая сестра стала спрашивать, тетя, а куда вы собираете вещи? Она говорит, что сейчас придет поезд, сейчас мама придет, и мы все вместе уедем. И так и ушла она. Я проснулась от того, что оказалась на голой сетке металлической, на кровати. А под кроватью лежал Вовик. Она как собирала, его уроню забросила, он попал под кровать. Вот. Ну, потом нам трудно приходилось. Хорошо, что она машину швейную не украла, я всегда говорю. Мама умела шить, и она там шила тапочки, что-то продавала. Потом все это, конечно, восстановилось. Мы жили около станции, и были очень близки. И в это время остановился поезд. Это был поезд депортированный. Это ехали там то ли чеченцы, то ли крымские татары, то ли эти турки-месхетинцы. Вот это их депортировали. Их же хватали в чем попало, в чем человек. У них ничего не было, в чем они были одеты. За 24 часа они должны были собраться в этот поезд. И поэтому он был полон женщин. Женщины там плакали, стонали. И жители подошли к этому поезду, к вагону. Оказывается, там родила женщина. А у нее ничего не было с собой. Не во что даже было завернуть в этого родившего ребенка. Мама собрала вот эти вещи, которые остались от Володи, от Вовика. Пришла и отдала эти вещи. Пеленочки, распашонки. Что было, то и отдала. И женщина была очень рада. И потом она попросила. Может быть, у вас найдется какой-нибудь матрасик. Ведь все время тяжело ребенка на руках держать. Как-то положить на матрасик, хоть отдохнуть. Мама сходила. Сделала еще, из чего-то собрала этот матрасик. Возможно, матрасик остался от Володи еще. И она отнесла это и женщине. Женщина очень была рада. На глазах ее светила улыбка, такая довольная. И говорила, я большое тебе спасибо. Я до конца своей жизни буду тебя помнить. Желание помочь у каждого есть. Все равно мир полон добрых людей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok